Здравствуйте, дорогие друзья, Голд Лига, и у нас встречается команда Вишня против команды Легион. Сегодня отменный сбор у Вишни, хотя, как нам стало известно, до самого конца не знали, удастся ли хорошо собраться. Но собрались лучше, чем Легион, это уже часть, это уже какая-то маленькая победа, будем так говорить. Подготовительный этап к матчу прошел чуть-чуть лучше, а что ты думаешь в тур вообще сказать про эти команды, то есть какой встречи ожидаешь, что борьба, либо наоборот, как есть какой-то... Ну, так как я их хорошо знаю, я тебе скажу, что фаворит все-таки является Вишня, сумасшедший темп они показывают в Голд Лиге в этом сезоне со сменой коллектива, такого, я бы сказал, доукомплектованный у них состав сейчас. Да, возможно, где-то прям свою волну не поймали, но вот второй круг как раз, я бы так сказал, дает все для этого шансы. Ну и зависит все от именно их игры. Правда, Легион тоже показал в целом неплохой матч с СЛК. Ну и по завершению мы увидели все-таки поражение от Легиона. Они сейчас внизу таблицы. Релек сыграл левее. Контролирует пока мяч. Чуть-чуть слишком астемистическое было сейчас передача. Редюк Евгений. Наличие этого футболиста тоже очень важно для Легиона. Хоть его действия только что мне все-таки необъяснимы. Возможно, как-то проверить решил вратаря. Галайба. Играет на Филюка. Дери. Угловой для Вишни сейчас мы видим. Есть забегание в площадь, но все-таки игра через центральную часть поля. Мяч перехватывают. Ставит корпус Дерей Сергей. Активно прессингует его футболист команды Легиона. И очень хорошо сам же и открывается. Рогов. Играет на Редюка. Мелли. Мелли мяч возвращает. Он решает пройти сам. Но, возможно, стояла в этом моменте все-таки еще чуть, скажем так, попасоваться сначала до удара. Много было игроков перед ним. Редюк хорошо убирает соперника. Ну, и тут на выли. Пускай чуть-чуть мяч. Паша желтый, этот с грыжи. Рома, садись вправо. Вишня. Филюк. На ударной. Отдает передачу. Классная передача на Дерия. И не удается ему здесь, я бы так сказал, завершить начатое. Да, хороший, на самом деле, момент. И делал все абсолютно верно. Просто не попал в ворота в последний момент. Дальний заброс. Слишком дальний, к сожалению. Рогов. Центр сместился. Сыграл поперечные передачи на Редюка. Редит на Рогова. Поборолся Галайба. Достаточно жестко. Сыгранно, но абсолютно чисто. Сума Галайба играет диагонально передача на Дерия. Но его скорости здесь не хватает, чтобы зацепиться за мяч. Я бы сказал, что зрителей у нас чуть-чуть прибавилось. При сравнении с тем, сколько было до этого. На прошлых матчах. Ну, к вечеру так всегда. Воскресному особенному. Дерий. Редюк на вынос здесь играет. Дерий подобрал. Галайба. Снова Дерий и Сергей. Два игрока уже на нем. И такие отбирают у него мяч. Рогов. На Редюка. Дерий отыграл через назад Галайба. Филюк сейчас предлагается. Открывается активно. Ну, не разглядели здесь, как ему отдать передачу. Крутят, крутят. Сотниченко сыграл. На Филюка. Ну, хороший контроль. От Вишни. Только лишь я это сказал, сразу и ошибку последовало. Возможно, ты накаргал в этом моменте. Надеюсь, нет. Тогда лучше молчать. Главное, чтобы я не об этом. Для других облегков. На самом деле, очень активно перемещается Вишня. Достаточно сложно уследить за всеми игроками. Плюк. Вдоль бровки. Закрывай, закрывай зону. Поднял, поднял. Не надо воротник. Нет. Второе. Второе. Свободный. И нарушение правил. И выстраивается стеночка. По сути, с нужной дистанцией почти прям в воротах. В воротах приходится стоять игрокам команды Вишня. Может быть, очень-очень неприятный момент. Интересный розыгрыш был только что. Дерия разгоняет. Радзюк не дает себя переиграть в этом моменте. Да, молодец. Не обращал внимания на симптом соперника. Смотрел именно на мяч, и потому спокойно его забрал. Рогов. Протягивает. Будет ли удар на завершение? Есть. Валентиненко стойко обороняет свои ворота. И уже есть возможность на оборотах. У команды соперника и хорошо они разыгрывали. В принципе, все делали правильно. К сожалению, я там просто физически не успевал нападающий замкнуть эту передачу. Я мяч, я мяч. Я мяч, стойко обороняет. Я мяч, стойко обороняет. Дерий и Сергей. Диагональный забор попробовал сделать. Черпаком. Нет, не работает. Валентин Шевченко. Да не ломи ты нам, ну, блин. Да сохраняй дома, зачем? Достаточно быстрый темп пока что в этом матче. Рома, двой год. Рома, сочи. И широко, можно посмотреть, как же широко. Почти по всему полю были только что растянуты игроки команды Вишня. Галайба. Радюк разгоняет атаку. Хороший, хороший потенциальный выход 2 в 1. Почему не подсказали, что сзади? Честно говоря, неясно мне. Галайба вовремя вернулся. Красиво прокидывает мяч. Это выход 2 в 1. Садниченко, бери. И это верный момент. И как раз вот реализовывает. Дери, Сергей. Ребят, мяч вперед. Разыграйте по фигуру. Вперед, вперед. Линия, мяч вперед. По свистку. Бердюк. Пробуй. Попытка дальнего удара по воротам, но достаточно минимум выходит мяч. Похоже, это будет... Хороший проход. Вот, Сергей. Угол еще был достаточно большой. И забить было не так просто. Важно отметить то, что Вишня идет на втором месте в турнирной таблице и 5 очков разделяет от команды Логрис. Сегодня есть один из представителей, приехал посмотреть, как сыграет команда из Вишни. Выиграли они вчера в таком тяжелом матче. Победный гол забил как раз Романчук. Точнее, не Романчук, а Горохов. Ну и вот ему интересно, капитану команды Сологуба Артуру, как сыграть в Вишню. Посмотрим, конечно, насколько смогут сопротивляться легионцы. Но я все-таки думаю, что вот этот темп контроля, он все лучше, слаженнее. Очень хорошая передача у нас на Деррия получилась. Видимо, сам чуть-чуть не ожидал, что она таки пройдет. Что-то такая супер передача. Да, передача очень вразрез с нескольких игроков. Вот сейчас перехватывает игроки команда легиона мяч. Резюк с мячом. Рогов. Ну и после некоторой борьбы мяч все-таки остается у легиона. Филюк придержал мяч, развернулся. Сыграл на четвертого номера. Снова Филюк. Долго, достаточно, с мячом здесь протягивал. Ну, тут Цитниченко, как я понимаю, фалит. Явное нарушение. Леонид Цитниченко. Не дал развитие этой атаки. Замена пока успели сделать. Гамеля. Команда Леон. Он играет мяч, но немного играет. Так, ну, явно передержал в этом моменте игрокоманда Леона уже мяч. Резюк. Здесь видна разница. Меньше и меньше перемещений у легиона. По сравнению с Вишней, особенно, когда они контролируют мяч. Ильмедов, ищут куда вбросить. Вбросит на Филюка. Ставит корпус здесь Страстюк. Иван. И поприжали, поприжали чуть-чуть команда Легион. Садниченко. Ну, Галайба на Страстюка. У него забирают мяч и возможная контратака. Тяжело, как-то не так уверенно цепляются именно к мячу. Садниченко. Ну, много коротких перепасовок туда-сюда. И все-таки это доходит до удара, который улетает в штангу. Лобунец играет на Садниченко. Филюк. Перекатил мяч, сыграл. А вот Садниченко здесь ошибается. Редзюк, Евгений, как будет разгонять эту атаку? Неплохо находит, на самом деле, своего партнера по команде. Тот, в свою очередь, находит вообще неприкрытого. Шевченко, Валентина, капитана команды. И да, он забивает. На 12-й минуте. Важнейший мяч. Потому что контроль тотальный-то был как раз. За Вишней. Легион себе кирпичик за кирпичиком ждал. И находит свой момент. Да, он для всех команд, которые есть, если возможно, чуть-чуть слабее по классу, по уровню игры. И очень важна именно реализация. Моментов у них чаще меньше, но реализация может все изменить. Можешь иметь 10 моментов и не забить, можешь иметь 1 и забить. И тут не угадаешь. Можно долго вспоминать когда-то игру команды Греции на чемпионате Европы. На которых за игру было иногда 1-2 момента, но они все реализовывались. И так они до чемпионата и выиграют. Это точно. Конечно, такие совпадения особенно в нескольких матчах бывают редкими, но... Я думаю, даже это часть профессионализма. Если конкретно вспоминать прогрессию, ну а здесь Олегион все-таки переждал натиск и сделал свое дело. Не, ну, я все-таки, если вернуться к этому, сложно сказать про чисто профессионализм. Вряд ли, скажем так, тоже игре это было профессиональней. Там Португалия и Франция, которых они прошли на этом чемпионате. Все-таки везение в любом виде спорта, это тоже очень важный момент. Решение, я так понимаю, что про блокировку принимает судья и назначает за это штрафной. Вот, кстати, стандарты, это хорошая очень возможность для Легиона забивать свои мячи. Ну да. Стандарты, это всегда опасно, и вот даже в этот момент... Мало кто знает, но я когда-то удивился, есть история про ирландского конькобежца, который не славится этим видом спорта, но суть в том, что чудом он пробился в финальный заезд. И как раз в финале, на завершении, четыре конькобежца упало, об этом чуть позже. Шевченко Валентин забивает. Еще один гол, два-один. И вот, кстати, матч становится намного интереснее с таким счетом. И вот, что значит игра на контратаках. Молодец, конечно, капитану. Посмотрим, как будет Вишня принимать. Я бы так перестраивался. Так вот, конькобежцы в финале ехали, и четыре конькобежца упало, а конькобежец именно из Ирландии отставал очень сильно. Но суть в том, что они вылетели с трассы, и он просто спокойно доехал себе до финиша. Даже появилось выражение в Ирландии, получить победу легко на английском. Вот, но тут недолго. Недолго радовало, да. Как говорится, недолго музыка играла, потому что Вишня с дачной атакой сравнивает этот счет. Да, и сбивает у нас третий номер Ювченко Андрей. Ювченко Андрей. Ювченко давал передачу вперед, но ее перехватили. Ювченко, эти шаги хорошие, да, интенсивно, широко разыгрывали здесь. Очень хороший на самом деле заброс. Бельмедов вовремя выходит из ворот. Да, молодец вратарь в этом моменте. Очень важно, что он вышел, потому что, я не знаю, очень неизвестно, чем бы это все закончилось. Рома, оставь, оставь право, право, Рома, право. Оставь игрока. Ладно, я собрал. Бри, бой. Леша, бой. Все, есть. Есть. Рома, убегай, ты громко. Марик, бой! Стинаучим! Хороший перехват. Резюк, чуть ли не брейк-данс от Евгения. На самом деле боролся до конца, молодец. Очень опасненько на самом деле было. И, я думаю, очень неправильное решение принял команды, чтобы выбить мяч в аут, чтобы не доиграться. Ну, и снова мяч выходит в аут. Сентральная линия аут, ребят. Быстро! Предложите! И игроков пересечения! Кирилюк, Сергей сыграл левее. Сухинин. Ниже линии мяча! Все ниже линии мяча! Кирилюк, Старастюк, Сухинин. Удар своего же партнера. Иначе рикошетом уходит за пределы поля, но уже вводится в игру. Опасно, опасно. Нельзя так ошибаться в таких ситуациях. Долго-долго очень с мячом уже. Новый здесь пытается уже вишнее играть. Напоминаю, что счет 2-2, 3 минуты за решение первого тайма. Наверное, не ожидал-то, Артур, что он по такому сценарию будет разворачиваться первый тайм, как у меня. Прости, перебьюсь просто с поля. Опорная даже нога на поле была. Даже не пробьющая ногу, чрезвычайно того, что слева. Снова забегание. И вот сейчас выход 2-1. Дери! Ну, тут доверного разыгрывает, честно говоря, и отдает ассист Кирилюк на Дерия Сергея. Он забивает. Дерия забивает. Если мы не успеваем, не выходите туда. В этом моменте. Причем забивает спокойненько, надежно. Но в раторе очень тяжело в такой ситуации что-то сделать. Это понятно. Ребята, вперед, не заиграйте. Вперед! Оф, оф! Чего вы все-то? Пошел, чего? Пошел, пошел. Пошел, пошел. Вот этот дзюк на Гамелию. Ему пришлось постараться, чтобы как-то зацепиться за мяч. Мне кажется, он сам чуть-чуть в этой ситуации, скажем так, притормозил. Надо было раньше начинать бежать. Он спокойно принял эту передачу. Но вот уже Вишня и впереди. Мне кажется, намного тяжелее играть, когда эта команда выигрывает их соперников. Все-таки у Легиона очень неплохо получались именно контратаки. Смотрю, как у них получится создавать свои атаки. Вишня и та команда, которая не останавливается, даже выигрывая в счете. Поэтому не раз на этом их подлавливали. Если осматривать историю выступления на турнирах «Эластико», Сухинин борется за мяч. Дерей. Неплохо разбирается в этом моменте. Дерей вытянул на себя большую часть игроков команды соперника, отдал передачу. Но все-таки справились в этой ситуации. Хороший удар. Неплохой эффектный сейв делает Гельмедов. На 19-й минуте. Но этот брос пока что не никуда. Дерейбедов выбрасывает на Сухинина. Андрей левее на Дерия. И вот сейчас может счет увеличиться. И вот на самом деле в этот момент саму Легиону было правильно, им подсказывали. И их же игроки, точнее. Что надо быстрее действовать. Пока команда соперника тоже чуть-чуть остановилась после неудачного момента. Можно их за это наказывать. Вот он в грудь, и вот он, вот, гневовка была. Пациент, 20 секунд. Открывайте, скорее всего. Выйдите, что это. Внимательно. Есть еще не логический. Так, это немногие стандарты для вишни. Но спокойно вратарь забирает мяч. Есть возможность контратаковать. Ребята, возвращайся. Втроем, втроем, втроем. Дерейбедов. Сыграл левее, но тут пробивал у нас. Болист в вишни. Не точно. Сучит свисток об окончании первого тайма. Еще 3-2 выиграет в вишни. Верьте. Вашу... Продолжение следует.